Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши, очередной сеанс правительственной связи на дворе сентябрь. Поэтому вполне логично, что сегодня наш собеседник, министр сельского хозяйства Чувашской Республики Сергей Артамонов. Сергей Геннадьевич, добрый вечер. Вечер добрый. Как продвигается у нас уборочная кампания? Все мы знаем, в этом году мы на весенние полевые работы вышли с опозданием на 2-3 недели. И, конечно, это и сказывается на сроках проведения уборочных работ. В прошлом году в это время мы уже уборку закончили. В этом году идет задержка на 2-3 недели. И, конечно, это в целом сказывается и на урожайности, и на потерях. И мы все знаем, что дни становятся короче, холоднее, больше влажности. И тем самым работа уборочная немножко усложняется. В этом году мы должны были собрать в площади 295 тысяч гектаров зерновых и больше 6 тысяч гектаров картофеля. И плюс остальные культуры, овощи, хмель и так далее. На сегодняшний день, можно сказать, 93% зерновых культур убрано. Около 7% пока находится на полях. Что касается картофеля, на сегодняшний день убрано около 55% картофеля. По сравнению с прошлым годом, в этом году урожайность зерновых культур в целом выше на 4,5-4,7 центнеров с одного гектара. И благодаря этому нам удалось собрать на сегодняшний день 665 тысяч тонн зерна. То есть, что касается зерновых, пессимистичные прогнозы, слава богу, не сбылись. Пессимистичные прогнозы не сбылись. Понятно, мы ни один колосок в поле оставлять не должны. Здесь мы все понимаем. Но на сегодняшний день, в прошлом году было в это время собрано 637 тысяч тонн и закончили уборку. У нас пока в поле 8% еще урожая. И в этом году пока собрали 665 тысяч тонн зерна. То есть, здесь смело можно сказать, что в 21 веке Чувашская республика столько зерна еще не собирала. То есть, урожайность, она в этом году нормальна. Что касается урожайности картофеля, здесь можно сказать, что в сравнении с прошлым годом урожайность картофеля все-таки выше на 17-18 центнеров с одного гектара. И валовый сбор картофеля на сегодняшний день составил около 73 тысяч тонн. Насколько я помню, площади, пассивные площади под картофель в этом году сократились по сравнению с прошлым годом. Мы здесь абсолютно правы. В связи с тем, что в прошлом году весной мы помним, да, картофель даже за 3-4 рубля никто не покупал. И многие структуру пассивных площадей, конечно, пересмотрели в сторону более продаваемых культур, высокомаржинальных культур. И сегодня цена на картофель, если в прошлом году мы говорим, цены, можно сказать, не было, то сегодня из поля можно продать картофель, качественный картофель по 11-12 рублей. Как вот потеплело на 1 рубль, до 11 упала цена, да. В целом картофель, там, сорта «Невский» и так далее, скажем так, менее качественный может быть, но ниже 9-9 рублей 50 копеек сегодня никто не продает. Это считается нормальной цена в целом по стране. Во многих регионах картофеля нет. Сегодня даже вот мелкую фракцию забирают по цене продовольственной картошки. У нас вот есть иногда такое, то есть или мы. Но в этом году цена на капусту низкая. Сегодня вот на рынках картофель, по сравнению с прошлым годом, картофель, остальные овощи, лук подорожали на 40-50-60%. Капуста, к сожалению, уменьшилась цена на 17% на капусту, пока цены такие. Но поэтому сегодня важно и для горожан, мы считаем, чтобы и мы пытаемся максимально создать условия, чтобы у горожан была возможность купить без посредников овощи или другую сельхозпродукцию. Для этого организовываются выставки, всевозможные дары осени 2017. Только в городе Чебоксар около 55 площадок, в других районных центрах и городах Чувашской республики. Поэтому здесь хочется призвать, при желании. Мы знаем, у населения часто много производят, а продать условий нет. Здесь нужно кооперироваться. Многие районы активно работают, нанимают машины, приезжают. Там бесплатно, платить не надо. Просто стоишь, продаешь буквально за 2-3 часа, все распродается по нормальным ценам. Сергей Геннадьевич, ну вот с количеством мы разобрались. А вот как дела обстоят с качеством и зерна, и других культур? Потому что все-таки, ну такое холодное лето, сырое лето. Холодное и сырое лето, оно на качество так прямо никак не повлияло. В такую погоду насекомых, на самом деле, когда холодно, всегда меньше, а фитоболезни разные. Не без этого, но на качество продуктов, питание в целом, это никак не отражается. Что касается качества зерновых культур. Понятно, вообще по всей стране проблема. Пшеницы 3-го класса зерна становится, конечно, меньше. Около 40% мы считаем прогнозно. У нас она 3-го класса, наша пшеница. И в основном Чувашская республика традиционно у нас своего зерна не хватает. Мы около 170-190 тысяч тонн пшеницы в год завозим из-за пределов. Для того, чтобы обеспечить наш элеватор, Чуваш-хлебопродукт, как мы говорим, качественным зерном, чтобы мука была качественной для наших предприятий, переработки для кондитерских фабрик, для хлебозаводов и так далее. Здесь, по качеству сомнений, ни у кого быть не может. Основная часть фуража, она, конечно, все проходит через, скажем так, животноводческие хозяйства пропускают. В этом году, конечно, не пострадали те, у кого нет животноводства. Те, кто занимаются только растеневодством. Здесь мы рекомендуем тем, у кого много зерна, у кого есть возможности, у кого нет пока больших кредитов, долгов, немножко попридержать, хранить. Пока цена, конечно, она вырастет. Обещают объявить интервенции в ближайшее время. А в плане вывоза зерна в другие регионы есть, конечно, частично, но это небольшие объемы, в счет долгов могут вывести и так далее. В основном экспортируются в другие регионы, можно сказать, и в другие страны технические культуры, масличные культуры. Кстати, вот какая доля приходится на технические культуры, которые мы потом впоследствии продаем за пределы республики? Что касается технических культур, их доля, все в обороте, с каждым годом растет. И сегодня многие предприятия, в основном это культуры, такие как горщица, рапс, лен, масличный и так далее. Соль, насколько я слышал. Ну и соя. Объемы сои тоже растут, но не такими темпами. Мы закупаются соя, соевый шорт сегодня больше, сои в стране не хватает у нас. Этого продукта. Здесь, вот еще раз хочется подчеркнуть, понимают все, что более высокомаржинальная культура, более дорогая, поэтому в структуре площадей все больше и больше появляется этих масличных культур. В нашем предприятии в основном заключили договора с Казанским маслоэлектроизоляционным заводом, куда поставляется. Многие экспортируют, прошу прощения, в другие регионы. В основном таких культур много в Аллатрском районе, в Парецком районе занимаются этими культурами. Есть в Севицком, ну и в других районах. И что касается качества овощей, картофеля, также было сказано, где на пойменных землях, вот та же картошка, тот же картофель, те же овощи, конечно, пострадали больше. То есть и болезни фитофтороз, про которые говорили, там они тоже пострадали, и генненечковые разные заболевания. А в целом на качество, я еще раз повторяю, все никак не повлияло. Что касается хмеля, для хмеля год был очень благополучный. По сравнению с прошлым годом урожайность на 20 гектаров, выше составляет около 17 гектаров. Сергей Геннадьевич, мы успеем в этом году убрать все, что запланировано? Ну, в частности, вот больше, конечно, опасений вызывает картофель. Если темпы мы сохраним, это еще примерно на 5-6 дней работа. Но, к сожалению, многие фермеры, которые не понимают, что технику надо перебрасывать, комбайны надо со стороны нанимать, что погода может уйти, больше погоды хорошей может не быть. Вот многие недопонимают. Многие районы работают здесь активно. Сегодня из 700 комбайнов, больше 700 у нас комбайнов, прошедших техосмотр, на поле сегодня работает 423 комбайна. Вся остальная техника простаивает. Сегодня важно понять, и максимально хозяйство готово помочь соседним хозяйствам. Сегодня надо технику привлекать. Эта работа неплохо построена в Ибресинском районе. Там больше 20 комбайнов сегодня переброшены с хозяйства в хозяйство. В целом, по Чуварской республике пока 39 комбайнов. Это мы считаем мало, переброшено в другие хозяйства. Надо здесь ускоряться. Ну, понятно, что да, дела еще впереди достаточно, но, тем не менее, приближается очень большой праздник. Всероссийская сельскохозяйственная ярмарка «Золотая осень», ярмарка-выставка, которая пройдет в Москве в начале октября. Как республика готовится? Здесь однозначно Чуварская республика будет представлена на выставке «Золотая осень», которая будет проходить с 4 по 7 октября на ВДНХ. И, конечно, хочется, чтобы мы до 1 октября завершили все уборочные работы и с хорошим настроением поучаствовать на этой выставке. Но мы здесь не имеем права Чуварскую республику никак не выставляться с Чуварской республикой. Будут участвовать все основные крупные переработчики, и кондитерские фабрики, и мясокомбинаты, и хлебозаводы будут представлены. Будем там показывать инвестиционные проекты, которые будут реализовываться на территории Чуварской республики. Это и тепличные комплексы, и животноводческие хозяйства. Во всех номинациях, которые были объявлены, это и лучшие начинающие фермеры, семейные фермеры, лучшие кооперативы и так далее. И во всех этих конкурсах Чуварская республика участвует очень активно. Будем надеяться, что медалей наберем мы не меньше. Также будут участвовать племенные хозяйства, такие как вурнариц, с линдовской породы гусей. Сергей Геннадьевич, буквально на днях, на еженедельном совещании у главы Чувашии в понедельник вы отчитывались о реализации программы устойчивого развития села на территории Чувашии. Напомню, она у нас рассчитана на период 2014 по 2020 год. Вот три года прошло, и три года еще осталось. Что предстоит сделать, и на что нужно обратить в первую очередь внимание людям, которые хотят активно включиться в эту программу? Мы говорим о программе устойчивого развития сельских территорий. На самом деле эта программа пока действует до 2020 года. Мы здесь надеемся, что продлят, так как эта программа признана эффективной, и она всем нравится. И с учетом того, что у нас очень густонаселенная республика, и плотность очень высокая, 38% населения проживает на селе, как мы говорим, поэтому максимально делается все для того, чтобы создать максимально комфортные условия для жителей сел. Исполнителем этой программы у нас являются шесть министерств. Курируемые министерством, вот это министельхоз, да, дальше министерство образования, министерство спорта, министерство культуры, министерство здравоохранения, министерство транспорта. То есть, каждый ведет свое направление. На самом деле за эти годы сделано много. Для сравнения, только в 2017 году для реализации данной программы направлено на развитие сел чуть больше миллиарда рублей. То есть, если точнее, 1 миллиард 47 миллионов рублей со всех источников финансирования. Только по итогам 2017 года изменения в лучшую сторону должны почувствовать около 130 тысяч селян, проживающих в сельском месте, в районах. Именно такое количество проживает людей на территории тех поселений, где реализуются какие-то проекты. Здесь основных, конечно, три цели у этой программы. Первое – это улучшение жилищных условий граждан на население. Второе – это стимулирование привлечения инвестиций в АПК через инфраструктуру, через создание условий инфраструктурных разных. И в то же время, конечно, это активизация участия граждан в решении проблем в своих муниципальных образованиях. Это тоже очень важно. Вот каким образом жители упомянутых муниципальных образований могут, не знаю, по своей инициативе, ну, может быть, форсировать выполнение программы, да, выступить с какой-то инициативой? Такое возможно? Здесь тоже мы неоднократно говорили. С этого года, раньше была федеральная программа, да, инициативного бюджетирования. И с этого года по указу главы номер 7, который подписал глава Чувашской республики, 30 января 2017 года на территории Чувашской республики действует своя республиканская программа инициативного бюджетирования. В первый же год программа доказала, что она очень успешна, что она нравится, и народ очень поддержал. Даже по просьбе общественности, депутатов, главой республики было волевое решение принято, и дополнительно были выделены деньги для того, чтобы реализовать все проекты, которые участвовали изначально. Из 284 поселений в этом году участвует 84 поселения, это ровно 30% поселений. Участвуют на территории этих поселений, проживает 104 тысячи населения, количество населения 104 тысячи. И сегодня около из 84-х 19 проектов уже реализовано, уже можно посмотреть, почупать, потрогать. Это и строительство дорог, это ремонт кровли, допустим, домов, культуры, ремонт образовательных учреждений, детских садов, школ в том числе. Это строительство разных парков отдыха. Сюда же входит благоустройство кладбища. По этим же программам можно построить или отремонтировать пожарное депо, то есть в плане пожарной безопасности тоже. Все, что угодно. Все, что необходимым сочтут сами жители. Сочтут сами жители, и абсолютно верно, и здесь всегда важно, при реализации любой программы, и глава республики ставит перед нами такую задачу, и президент страны, всегда нужно учитывать, в первую очередь, мнение жителей. Эти объекты должны быть востребованы и просто так, для того, чтобы сделать такого, конечно. Но деньги должны использоваться очень эффективно. В 2017 году Чувашская республика участвует, также будет участвовать в программе устойчивого развития сельских территорий. Там 10 подпрограмм, из 10 подпрограмм Чувашская республика будет участвовать в 9. Сергей Геннадьевич, и что это за подпрограммы? Эти подпрограммы. Одна из них, из этих подпрограмм, улучшение жилищных условий граждан. В 2017 году по этой программе 128 молодых людей или жителей села улучшили свои жилищные условия. Это как раз то, что мы часто везде говорим, что 70% от покупки жилья по расчетной стоимости, или от строительства жилого дома 70% возмещается. На эти цели с федерального бюджета и со всех уровней бюджета в 2017 году было направлено около 97 миллионов рублей. В рамках мигрантовой поддержки местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, в 2017 году реализовываются 4 проекта. Это детская площадка в деревне Таутово в Аликовском районе. Это этнокультурный парк «Имя твое в корнях твоих» называется село Тугаево в Комсомольском районе. Также дорога сквозь века, Чатукасинское сельское поселение, строится дорога. И спортивная площадка в селе, в поселке Михайловка, Цивильского района. Тоже очень интересные проекты. Кроме этих проектов, кроме этих подпрограмм, также следующая подпрограмма, всем она нам известна, это строительство фельдшерско-акушерских пунктов. В этом году около 150 фапов будет достроено, и в 2018-2019 году будет построено 200 фельдшерско-акушерских пунктов. Всем мы знаем, эта программа была поддержана общественностью, населением, и тоже главой Чувашской республики было принято решение довести количество фапов до 200. Следующая подпрограмма – строительство домов культуры. Тоже это следующий этап, очень непростой, сложный, недешевый. Но тем не менее, было принято решение главой республики по обращению депутатов в госсовет. Они активно подключались, я помню, строительство домов культуры. В прошлом году четыре дома культуры, прошу прощения, три дома культуры в прошлом году были сданы. Это в Цивицком районе, Урмарском, Яльческом районах. В этом году строится еще четыре. Это в Батревском районе, деревне Долгий остров, в Красночитайском районе, в Янтиковском районе, в Канарском районе. К сожалению, в трех районах – это Батревском, Янтиковском и Красночитайском. Хотя соглашение было подписано Министерством культуры еще в апреле месяце, на сегодняшний день работы идут с опозданием. Только 1 сентября в Красночитайском, даже раньше, в июне, было выдано разрешение на строительство. И ввести объект до холодов и качественно построить, конечно, будет очень сложно. Поэтому здесь хочется обратиться и к подрядчикам, и к муниципалитетам, чтобы мониторили своевременно и все сделали для того, чтобы объекты ввести. Также одна из следующих подпрограмм – это развитие сети автомобильных дорог. По этой подпрограмме в 2017 году будет построено на селе 101 километр сельских дорог. Здесь с разных уровней бюджетов разные дороги. Есть щебенчатые, есть с переходным покрытием, есть асфальтовые дороги и так далее. Здесь также нужно отметить, что от всего дорожного фонда, 28% всего дорожного фонда, деньги отправляются для строительства дорог в сельской местности. Такого не было никогда, и мы видим это сегодня, что улучшаются условия. Считаем, тоже это очень интересный проект. Там, где активно развиваются сельские поселения, там, где вкладываются инвестиции, развиваются инвестиционные проекты, строятся животноводческие помещения и так далее. Также есть одна интересная подпрограмма, называется она «Комплексное обустройство площадок под компактную жилищную застройку». По этой программе можно компактно в этих микрорайонах, где развиваются деревнях, в селах, построить, ну, можно сказать, абсолютно все. Начиная с школ, с садиков, это все эти водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, дороги, электрификация, освещение дорог. И тоже очень интересная программа. В этом году участвуют по этой программе два района. Канарский район, это деревня Хучель, и Янситово-Урмарского района, старая Янситова. Здесь тоже важно сегодня не подвести и своевременно объекты качественно доделать, освоить деньги и сдать объекты. Со следующего года впервые Чувашская республика участвует. И есть проекты газоснабжения и водоснабжения, водоотведения в сельских поселениях. Сергей Геннадьевич, спасибо вам большое за такие подробные ответы на наши вопросы. Я напомню, что сегодня нашим собеседником был министр сельского хозяйства Чувашской республики Сергей Артамонов. Всего доброго, спасибо за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова